Особое мнение на 101FM Мы в эфире работаем, поэтому вопросы ваши видим Будем на них отвечать, если они будут поступать оперативно Ну, последняя информация для тех, кто, может быть, еще не успел прочитать новости На настоящий момент количество заразившихся Точнее так, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе 318 Плюс 40 новых случаев за последние сутки Об этом сообщает Минздрав Состояние разное, но преимущественно удовлетворительное Говорится в сообщении Мы с Андреем Леонидовичем сейчас все-таки про экономику начнем говорить И там еще немножечко зацепим политические и общественные вещи какие-то Я бы попросила вас сначала прокомментировать вот что Алексей Кузьмин, депутат Кировской гордомы 5-го созыва У себя в Фейсбуке разместил такой пост В котором сообщает о том, что дал комментарий рейтинговому агентству ЦК Рейтинг О деятельности губернатора Игоря Васильева На фоне всех этих историй с коронавирусом Там много всего есть, но я одну цитату приведу Алексей комментировал меры поддержки, которые оказывает региональная власть бизнесу И отмечает, что у команды губернатора Васильева есть явные проблемы Представители малого и среднего бизнеса Не только не ощущают реальную помощь от региональных властей Но и не видят информационной кампании по принятым и планируемым решениям Не ощущают вовлеченности в дискуссию И не верят, что могут быть услышанными Вы с этим мнением согласны или нет? Отчасти согласен Дело в том, что действительно И мы тоже об этом говорили Что в начале всей этой истории В начале введения мер Ограничительного характера Не было достаточного количества информации Которая позволила бы предпринимателям Правильно сориентироваться в происходящее Мы обращали на это внимание Мы сами занимались распространением такой информации В большом объеме отрабатывали запросы предпринимателей Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что Не было подробной и понятной информации от федеральных органов власти Поэтому и региональные, собственно говоря, структуры Четкой, понятной информации о том, как необходимо действовать Довести не могли В настоящее время Мне кажется, уже В некотором смысле мы имеем Избыток информации Касающийся всего того, что обсуждается Но пока еще недостаток информации Касающийся конкретных правил Конкретных получателей тех или иных мер поддержки Но это опять же все в первую очередь связано с тем, что на федеральном уровне Все это пока разрабатывается Что будет в результате? Ну, посмотрим Я почему задаю вам этот вопрос? Потому что на этой неделе был Андрей Вавилов Андрей Вавилов это опор России Андрей и вы тоже в конце прошлой недели был на встрече с губернатором И об этой встрече представителей деловых объединений с главой региона Практически нет никакой информации Что там было? Мы представили свои предложения Причем это уже были не первый пакет предложений Как и на федеральном уровне происходит с мерами поддержки Которые деловые объединения представляют органам власти Мы представили очередные, в чем-то, может быть, скорректированные предложения Надо понимать, что на таких встречах решение сиюминутно не принимается Потому что каждое это решение требует изучения Требует анализа, оценки с точки зрения его применимости, его последствий Поэтому такие предложения по итогам наших консультаций с предпринимателями мы подготовили все И, собственно говоря, там губернатору и председателю правительства представили Сейчас они находятся на проработке Мы в этом процессе участвуем и изучаем В какие сроки должны быть какие-то ответы или реакция какая-то? Сказано было бы Ну, универсального срока нет Разные меры требуют разного периода рассмотрения Есть что-то, что можно достаточно быстро решить Есть что-то, что требует В том числе, например, согласования с федеральными структурами Но я бы здесь, наверное, от частного перешел бы вообще к общему Так как мы с вами договаривались о мерах поддержки Да, совершенно верно Какие предложения? Предложений масса Предложений огромное количество Если мы посмотрим Да, Андрей Леонидович, уточню сразу Они у вас аккумулируются в Вятско-торгово-промышленной палате каким образом? То есть это предложения, которые поступают от предпринимателей Или это предложения, которые поступают от ваших коллег? И от предпринимателей, и от коллег Мы постоянно с коллегами по общественным бизнес-объединениям на связи Мы проговариваем те или иные инициативы Мы и самостоятельно выходим с ними на органы власти И в неком таком коллективном формате Как это произошло впервые, когда первый пакет мер был представлен Здесь сейчас вопрос не в том, кто представит эти меры поддержки Не в том, кто больше заботится о бизнесе Вопрос в том, какие из них будут в результате реализованы Но еще о более общем Сейчас сказать о тех или иных мерах поддержки Которые могут действительно универсально поддержать бизнес У нас очень сложно Почему? Потому что я анализирую всю происходящую сейчас ситуацию Понимаю, что если, условно говоря, период ограничений закончится 1 мая Будут нужны одни меры поддержки Если период ограничений закончится 1 июня Будут нужны другие меры поддержки Если период закончится 1 августа Подождите Это возможно такое? Я не хочу сейчас прогнозированием заниматься Или апокалипсисом каким-то Но я условно, в качестве примера говорю То потребуются совершенно иные меры поддержки Потому что последствия различные Вы сказали, может вообще ничего не потребоваться В тот момент, когда я вас перебила Условно говоря, 1 января ничего не потребуется Если утрировать совершенно Да, поэтому сейчас, на мой взгляд, очень важно На федеральном уровне оперативно разработать Те правила, по которым будут выдаваться субсидии Заявленные президентом на выплаты зарплат И первоочередные нужды малого бизнеса То есть 12-130 на сотрудника Да, потому что у меня большое беспокойство вызывает Уже начинающая появляться информация о том Что те, кто имеет задолженность по налогам на 1 января Не получит право на эти выплаты А мы знаем, что это могут быть и спорные задолженности И совершенно небольшие суммы И технические ошибки То есть изначально, напомню просто нашим слушателям Да, изначально было единственное условие Это условие сохранения 90% штата Причем тоже было непонятно Вы сохраняете штат на полном окладе Или это люди, которые вышли там на удаленку На какой-то неполный рабочий день В том-то и дело, именно об этом я и хочу сказать Потому что, когда таким же образом было заявлено О программе выдачи кредитов под 0% На выплату зарплаты Предприниматели восприняли ее с воодушевлением Потому что понимали, что это на какое-то время Позволит решить их текущие вопросы Когда в регионы, в банки поступила Собственно говоря, уже нормативная база По этому поводу Стало видно, что рассчитывать на это могут По разным оценкам От 3 до 7% предпринимателей всего Как так? Ну вот так Правила права выдачи этих кредитов таковы Что получить их достаточно сложно И это практически там единичные случаи Хотя декларируется, что получить могут все Да, на самом деле вот так Если такая же история произойдет С программой субсидирования заработной платы То это будет крайне печально Потому что это будет иметь два важных Две направления последствий Первое это предприниматели действительно столкнутся Просто физически с отсутствием денег На выполнение своих обязательств Ну а второе, мне кажется, будет достаточно уже Серьезно подорвано доверие К вообще разговорам о той или иной поддержке Предпринимательства Потому что сейчас, конечно, предприниматели ожидают От государства Действенных мероподдержки Но это вторично, на мой взгляд Потому что то, с чем сталкиваемся мы Это в первую очередь ожидание Возможности вернуться к осуществлению своей деятельности То есть большинство запросов Оно связано именно с этим Разрешите нам работать Да, то есть если первые две недели Мы получали в основном вопросы Связанные с тем, как реализовать то или иное постановление Как в рамках его действия Сейчас все большее количество запросов Касается того, можно нам работать или нет Когда нам можно будет работать Мы можем как-то проанализировать и систематизировать То есть большинство запросов вот такого характера Из каких сфер поступает? Из всех Абсолютно? Ну, из тех, кто не работает Да, ну, за исключением тех, кому работать можно Но и те, кто попадает в такое пространство неопределенности Связанное с отсутствием, например, явных запретов Но при этом неупоминания в явных разрешениях Они тоже много задают, много поступает обращений Относительно того, можно нам работать или нельзя Как толковать те или иные нормы Постановления правительства регионального или Российской Федерации Потому что мы понимаем, что основной запрос бизнеса Сейчас это возобновление деятельности, конечно Вот на эту ситуацию каким-то образом деловые объединения И вообще предпринимательские круги могут повлиять или нет Просто давайте вот возьмем пример с индустрии красоты Ну, так называемой бьюти-индустрии Уже неделю там об этом говорится Вчера была публикация в бизнес-новостях С примерами о том, что добросовестные игроки этого рынка Прислушались к ограничительным вот этим всем документам и запрещениям Честно закрыли свои там салоны на клюшку И сели по домам без заработка, без всего С огромным ермом на шее владельца этих самых салонов По аренде, у кого-то по зарплатам, по налогам и по всему остальному При этом интернет пестрит просто объявлениями от людей Которые, может быть, и раньше работали так же точно в серую Постригу, сделаю ногти, еще что-то, еще что-то, еще что-то И мы понимаем, что эта услуга на самом деле востребованная Многие на себе это понимают Когда уже берут машинку в руки или ножницы И близких своих самостоятельно приводят в порядок И абсолютно понятное обоснование от игроков этого рынка добросовестных Они говорят, ребята, через наши салоны Проходит ограниченное число людей, их немного Мы можем обеспечить какие-то санитарные меры И гигиенические, и по уборке помещений И по каким-то средствам индивидуальной защиты И по осмотру тех же самых клиентов И по индивидуальной записи и всему остальному Люди, которые работают в серую, вообще нет никакой гарантии Что они там у себя на дому принимают И там все вымыто с хлоркой, извините, да И их проверить никто не может Ну, на самом деле Здесь, так скажем, эта тема возникла в информполе В силу активности ряда игроков, да А если мы с вами задумаемся Мы найдем массу примеров подобного рода Когда действительно, на первый взгляд Кажется, что, в общем, как бы особых опасений Или особой опасности в деятельности Тех или иных компаний там нет Возьмем те же самые мебельные магазины Мебельные торговые центры Там и в лучшие времена, собственно говоря, столпотворения не было Не думаю, что будет, например, и сейчас, да И при соблюдении тех самых норм Роспотребнадзором определенных Может быть, они и могли бы работать Но бизнес-объединения могут Впрямую никак на это повлиять не могут Мы направляем обращение в адрес оперативного штаба С аргументацией по тем или иным видам деятельности Или отраслям Такое, например, обращение мы отправляли По лесозаготовке, лесопереработке, да И было принято решение Разрешить этим предприятиям работать Дальше, собственно говоря, действует штаб Коллективное решение Где рассматриваются все аспекты И здесь, наверное, надо понимать, что Принимаемые решения влекут за собой ответственность Ответственность, которую будут нести Люди, которые эти решения принимали Исходя из этого, исходя из всех объективных факторов На штабе, собственно говоря, это и рассматривается Я не знаю, как это происходит Бизнес-объединения не входят в состав штаба Но мы получаем на выходе те постановления Которые, собственно говоря, регулярно выходят Ну, по индустрии красоты Вот, но было буквально накануне вечером До конца апреля продлено ограничения Это было не по ним Это было не по ним Нет, конечно Это просто совпало так в информационном поле Что утром вышла публикация А вечером вышло постановление Если мы прочитаем постановление Оно, собственно говоря, просто продляет тот режим, который был Для всех До 30 апреля До срока указанного в указе президента Детским, по-моему, детским образовательным организациям Не государственным разрешено Нет, не государственным Дополнительным образовательным Детским образовательным учреждением В части обеспечения присутствия детей У родителей, которые работают То есть это, по моему мнению, когда я читал это Я понял, что это такое уточнение Требующееся для корректировки предыдущих постановлений Поэтому это вышло вчера Постановление не по бьюти индустрии персонально Я понимаю, да Оно просто продлило действия предыдущего постановления Но в таком случае получается, что все вот эти вот обращения Которые вы направляете в оперативный штаб Они, может быть, как-то и рассматриваются Но силы-то не имеют никакой Ну, силы не имеют Потому что ответственность за принятое решение Несет штаб Они, собственно говоря, там рассматривают их И принимают те или иные решения Намного проще запретить все тогда Ну, здесь мне сложно комментировать Я не вхожу в состав штаба И в принятии этих решений Не принимаю участие А какие еще обращения? Я вижу, с другой стороны, я вижу динамику Сейчас она приостановлено Как бы так снизилась несколько И по стране в целом По заболеваемости вы имеете в виду? Ну, в Кировской области я бы не сказала, что снизилась Плюс 50, плюс 40 человек за последние, там, двое суток Ну, она не носит Возрывного характера? Такой синусоидный характер, как бы, да И по стране уже есть оценка Что в течение четырех последних дней Идет, ну, как бы, снижение Прироста Динамики прироста, да То есть по количеству, да Но динамика не такая, не экспоненциальная Поэтому, там, по разным прогнозам Где-то на майские праздники Либо на середину мая Мы должны, там, пройти пик Я думаю, что до До момента Пока пик не будет пройден Послабление сделано не будет И, собственно говоря, там Аргумент достаточно понятный Дабы этот пик пройти быстрее Так, подождите То есть, вот вы сейчас говорите Что, как минимум, до середины мая Те ограничения, которые сейчас действуют По вашим, там, прогнозам И вашей оценке Могут быть продлены Я считаю, что на майские праздники На период майских праздников Они точно будут продлены Потому что, ну, давайте мы с вами Будем руководствоваться здравым смыслом Если 30 апреля, там, эти ограничения снять То, в общем, в период майских праздников Мы получим массовые Скопления людей Ну, не скопления людей Но массовые перемещения людей Массовые в такой Выслок Чувство массового Внутреннего освобождения Люди решат, что раз, как бы, власти Сняли ограничения Значит, все уже успокоилось и хорошо И тогда мы с вами опять Придем к ситуации Когда вся эта история Будет отодвинута еще на более долгий срок Я вам могу, например, сказать Позицию бизнеса Которая очень часто звучала В первую неделю ограничений И во вторую Так Ну, в частности, там, позиция розничных магазинов Непродовольственных товаров Большинство из них говорило В ответ на то, что, там, кто-то попытался открыться Так или иначе, там, фикс прайса Магнит косметик Что значит попытался открыться? Магнит косметик работает Ну, они сейчас работают Тогда они открывались Их закрывали Это была такая, там, борьба с переменным успехом Я прошу прощения, это важно Магнит косметик работает А магазины Сент-Кировские не работают Это важно Я знаю эту ситуацию Комментировать ее никак не могу Постановления правительства И нормативно-правовые акты Действуют единые для всех Почему так происходит? Ну, вот, не ко мне вопрос А к тем, кто должен, наверное, контролировать Выполнение этих постановлений И я-то хотел сказать о том Что, действительно, такие прецеденты Имели место быть с самого начала И тогда наш бизнес говорил о том Что, ребята, ну, зачем вы это делаете? Давайте все закроемся Вот, реально, все закроемся Две недели, условно говоря, переждем Но зато потом откроемся Потому что все попытки, так или иначе Подпольно или еще каким-то образом Вести свою деятельность Придут к тому, что будем закрыты Не две недели, а два месяца Что в итоге и получили Почему открыт магнит косметик Для меня тоже большой вопрос Кто на него должен ответить? Не знаю Ну, не вы Я понимаю Ну, не торгово-промышленная палата, точно Так, хорошо Из тех предложений, которые возможны еще Что мы еще не озвучили? Ну, видите, опять же Я бы пока считал необходимым Ориентироваться на то, что Сформулированные на федеральном уровне Предложения по мерам поддержки В части выплаты субсидий на зарплату На таком оперативном Отрезке времени Решат вопросы бизнеса Бизнес получит, если получит С учетом того, о чем мы говорили Эти деньги И решит эти вопросы В дальнейшем И здесь я понимаю логику Экономического блока Нашего правительства С точки зрения того, что Принимать решение Надо будет в зависимости От объема потерь бизнеса Мы понимаем За месяц они одни За два месяца они другие И решение в отношении Снижения налогов Снижения ставок налогов Либо абсолютных платежей Надо принимать в зависимости От понесенного ущерба И в этот момент Ну этот момент Когда будет принято решение О том, какие еще Меры поддержки нужны Он когда настанет? После майских праздников? Ну на самом деле Обсуждения-то и расчеты Ведутся уже сейчас То есть в принципе Цифры там достаточно понятны По упрощенному Системе налогообложения По другим Каким-то имущественным налогам Цифры понятны Их надо сопоставить То есть надо будет понимать Что здесь логика И федерального правительства И региональных властей Состоит в том, что Ну как бы Меры поддержки Должны соответствовать Понесенному ущербу То есть Там заявления ряда Там Сделанные на федеральном уровне О том, что там надо Вообще отменить там Налоги на весь год Или там Еще на больший срок Но мы понимаем, что В общем последствия этого Будут достаточно понятны Потому что Ведь надо понимать Что эти налоги Они так или иначе Возвращаются в эту же экономику Не будучи собранными Они в нее не вернутся Но собственно говоря Нечего будет формировать Бюджет в том числе Ну бюджет И соответственно говоря Там Еще раз повторюсь Налоги так или иначе Возвращаются в экономику В виде там потребительского спроса Или еще каких-либо Инвестиционных там Программ Но надо Здесь ведь и говорить Еще вот о чем Мы сейчас уже Начинаем анализировать И понимать Что сложившаяся там сейчас Ситуация Будучи проблемной Не закончится там С окончанием карантина Более того Как говорят про вторую волну Вируса Так будет и вторая волна проблем Потому что принятое сейчас решение Об отсрочке налогов Об отсрочке арендной платы О переносе там Каких-либо еще платежей Они вот как раз второй волной Через положенные Соответственно там Шесть месяцев Настигнут бизнес А бизнес к этому времени Там явно Уже можно сказать Что не вернется еще К На докризисной позиции К докризисному состоянию Потому что выход из этой ситуации Будет тоже долгим Спрос будет восстанавливаться Очень медленно Активность покупательская Способность покупательская Будут восстанавливаться Очень медленно И поэтому Мы сейчас С бизнесом ведем И консультации И собственно говоря Там разъяснения о том Что необходимо Не только о текущей ситуации Думать Но и закладываться Уже на будущее Потому что Соответственно там Ноябрь Октябрь-ноябрь Придется на период Вновь возникающих Отложенных обязательств Финансовых Финансовых А если наслоится на это Еще вторая волна Коронавируса Который прогнозируют И возможно Еще один карантин Ну я считаю Что здесь Мне сложно судить О второй волне коронавируса Но я точно могу сказать Что К тому К тому периоду В достаточно Сложном состоянии Будут находиться И бюджеты Всех уровней Потому что Если на Второй квартал Им хватит Заделать Собранного Бюджета В первом квартале Во втором квартале Собираемость Естественно Упадет В силу того Что нет ни оборотов И есть снижение Заработной платы И НДФЛ Тем более Если целая часть Сотрудников Получит Заработную плату За счет субсидий Пока не могу сказать Будет ли с нее Вообще НДФЛ Уплачиваться И поэтому Мы можем Получить ситуацию Когда в третьем квартале Состояние бюджетов Будет Очень напряженным А соответственно Что будет происходить Будет происходить Программа Повышения собираемости Назовем ее так Так Подождите Бизнес получит Это как будет выглядеть Вот эта программа То есть Это что Это проверки Будут какие-то еще Нет Я не думаю Что это будут проверки Именно Но я думаю Что это будет Достаточно напряженная Работа По собираемости В том числе Тех отсроченных Налогов Которые Бизнес От которых Бизнес сейчас Там получил Перенос То есть Это вот те письма Которые сейчас Всем приходят Отчитайтесь И заплатите Вот так вот Пачечками Бизнес жалуется На то что Идут эти письма Идут Давайте Давайте Отчитайтесь Принесите Мы работаем Да Пусть и удаленно Это вот все Цветочками покажется Вы имеете ввиду ФНС? Нет Я не только ФНС имею ввиду Я имею ввиду Там разные Разные ведомства Мы сейчас в большей степени Имеем эту ситуацию С ресурсоснабжающими Организациями Которые резко перешли На В том числе Необходимость Внесения авансовых платежей Нет Я не про то Что это будет Что-то там Массово Такое Тяжелое Я про то Что надо сейчас Просто это понимать Отложить в кубушку деньги? Нет Планировать То Как Предприятия Компании Предприниматели Будут с точки зрения Там своих финансов Действовать До конца года С учетом тех Обязательств Которые сейчас Были перенесены Надо понимать Что они там Никуда не делись Они останутся Возврата К тем оборотам Которые были До кризисный период Сразу не произойдет И надо Планировать И устраивать Свою деятельность С учетом Этих Необходимых В последующем Выплат Я надеюсь Что бизнес Он В общем-то Как бы Да Прогнозирует Все-таки Не первый год Что называется Да Люди работают Но возможно И нет Мы с Андреем Усенко Вернемся к этой теме Через полторы минуты Особое мнение На 101FM Андрей Усенко В нашей студии Президент Вятской торгово-промышленной палаты Член общественной палаты России Общественной палаты Кировской области Мы продолжаем Мы остановились на том Вообще Понимает ли бизнес Что вот эти вот платежи Отсроченные там на полгода К концу года Так и должны быть выплачены Это при том Что еще непонятно вообще Как будет развиваться Ситуация в экономике И как будет развиваться Эпидемиологическая ситуация В том числе в стране К сожалению Прогнозировать очень сложно Я в свое время читал аналитику По Китаю Который прошел уже на тот момент Пик кризиса Так вот там пришли к выводу Что Статистика по количеству заболевших Ну я сейчас как бы Думаю что ситуация С тех пор изменилась Но тогда в Китае Когда статистика работала Она запаздывает на 12 дней примерно То есть по сути Мы видим картину На 12 дней назад Выявленных имеется ввиду Да Разное мнение есть по этому поводу Собственно говоря В Европе это частично подтвердилось По ряду стран Частично нет Меньшая была задержка Но надо понимать Что в любом случае Те цифры О которых мы сейчас говорим Это действительно выявлены А сегодня там прошла информация Что стало ли выявляться люди На 40% вообще без симптомов Но при этом Имеющие это заболевание Но при этом носители И распространители Да этого вируса Поэтому сейчас конечно Основная надежда Это все таки Скорейшее прекращение Эпидемии И тогда уже Выход из Экономической Сложившейся ситуации Мне на самом деле Сложно это себе представить Потому что я понимаю Что отлично Заканчиваются Все вот эти карантинные ограничения Мы выходим И достаточно одного человека Одного человека Зараженного коронавирусом Чтобы вся эта история Началась по новой И в связи с этим У меня к вам вопрос Вот вся эта Ограничительная карусель Которая сейчас происходит Она каким-то образом Повлияет на отношение Бизнеса Каким-то новым подходом В своей работе Но то есть Вот мы уже видим Сейчас люди задумались О том Что надо уходить в онлайн Понятно Что сейчас онлайн Тем же там Например Заведением общепита Еще кому-то Не приносит практически ничего Но нет ли ощущения Что вообще сейчас Вот ломается Предыдущая модель Ведения бизнеса И появляется Какая-то новая Ну не просто Ощущение есть А есть в общем Как бы понимание То есть Мы точно видим Как кризис Выступил катализатором Тех изменений Которые постепенно И так бы произошли Мы и так бы Все больше прибегали К услугам доставки Мы это видим Да Мы все так же Прибегали бы больше К услугам онлайн сервисов Мы теперь поняли Что можно не собираться Для совещания Собственно говоря Там с рабочего места Никуда не перемещаясь Их проводить Да И вряд ли мы от этого Откажемся То есть целый ряд Технологий Которые Технологии процессов Которые там Вынуждены мы были Использовать С наступлением Кризисной ситуации Они в нашей жизни Останутся Изменятся Технологии работы Целых отраслей Изменятся форматы работы И в этом смысле Ну еще раз повторюсь Там кризис стал Катализатором того Что и так бы постепенно Произошло Просто то на что бы Потребовалось там Может быть несколько лет Постепенно Оно произошло Вот одно момент Солидарность разных видов Бизнеса и солидарность Локальных брендов Так называемых Да и местных Каких-то производителей Местных бизнесов Это тоже результат Вот этого кризиса Ну несомненно В период Там кризисных Ситуаций Собственно говоря Проявляются Те качества Которые Позволяют Ну так уж Громко скажем Там выжить Да И есть понимание Того что Как с тем же Там магнит косметик Да То есть Почему федералы Работают А нам нельзя Ну почему это так Это неправильно И поэтому Давайте сплочаться Давайте Отстаивать свои интересы Да И я думаю Что если Ну по крайней мере Вот в тот период О котором я говорил Там в начале Да Бизнес спросили Вам открыться Или магнит косметику Закрыться Большинство Там многие бы сказали Пусть магнит косметик Закроется Пройдем Быстро этот период Там и вернемся К нормальной жизни И конечно По локальным брендам Да Я думаю Что здесь Со стороны населения С точки зрения потребления Потому что Локальные бренды Местные Там Компании Они ведут себя На мой взгляд Более ответственные Более Человечные В это время Ну потому что Им здесь работать еще Они-то в другой регион Не уйдут Не откроются Я кстати Хотела вас спросить Про проект Который Называется Бизнес-кризис По-моему Да Вятская торгово-промышленная Палата Его запустила Что это за проект И зачем Да Мы инициировали Обращение К членам Торгово-промышленной Палаты К другим предприятиям По поводу того Чтобы показать Что в нынешней ситуации Бизнес там не только Может сложиться Впечатление Что бизнес только и делает Что сидит и ждет Помощи от государства На самом деле Значительная часть бизнеса Так или иначе Продолжает свою деятельность Во-первых Во-вторых Бизнес Предлагает и свою помощь Не только предлагает Но и реализует И собственно говоря Проект Бизнес-кризис Он именно об этом О том Каким образом Предприятие Продолжает свою деятельность Для того Чтобы можно было Во-первых Поделиться опытом Во-вторых Собственно говоря Продемонстрировать Что мы продолжаем Работать Для своих Потенциальных клиентов Потенциальные клиенты Где могут посмотреть Какие предприятия работают И как с ними связаться Это у вас на сайте Да Мы собираем информацию У себя на сайте Есть раздел Бизнес-кризис Можно там Обратиться Посмотреть Каким-то предприятиям Можно направить Нам на горячую линию Просто запрос Мы его отработаем И сообщим Как можно пользоваться С теми или иными Там услугами Или приобретать Те или иные товары Ну а вторая часть Это для тех Кто хочет поддержать Вот наших производителей Локальные бренды Локальные бренды Ну а вторая часть Это про то Как бизнес Собственно говоря Оказывает помощь В этой ситуации И здесь есть Несколько Таких Характерных Историй Достаточно Там широко известна Уже история С распространением Десяти тонн Антисептика По региону История С помощью Детскому фонду На Пасху История Там С масками Для врачей Поэтому Мы Рассказываем Это не для того Чтобы распиарить Эти компании Цель не в этом Цель в том Чтобы показать Что И собственно говоря Подать пример другим Потому что На самом деле Может быть кому-то Кажется Что ему особо И нечем помочь Компания Напечатавшая Этикетки Для этого Антисептика Вот казалось бы Чем она может помочь В нынешней ситуации Она печатает Этикетки Однако Вот эти 20 тысяч Этикеток Для бутылок Компания Напечатала Безвозмездно И собственно говоря Этот антисептик Разошелся За неделю По всей области Хорошие примеры Должны быть Заразительны Мы надеемся Что Собственно говоря Вот таким образом Если кто-то Сам не может Найти применение Своим возможностям С точки зрения помощи Можно обращаться В торгово-промышленную палату Мы в этом смысле Как раз Такой координацией Занимаемся Потому что На том же примере С антисептиком Три компании Объединив усилия Решили достаточно Серьезный вопрос Пять минут Остается у нас До конца Нашего эфира И я хотела Еще несколько тем затронуть Не знаю Сколько успеем Вот история С электронными пропусками Которые пока В Кировской области Не водятся И губернатор Вчера комментирую Коммерсанту Сказал Что не видит В этом необходимости Я напомню Что Собянин Ранее сказал Да Давайте распространим Эту историю Московскую На всю страну Вот И я хотела Вас спросить Считаете ли вы Вообще Не то чтобы Необходимым Ведение Жертвами Жертвами По пропускам Мне кажется Мне кажется Нивелирует Весь тот эффект Который Две недели Нарабатывали Поэтому Здесь Мне кажется Все таки Должен быть Какой-то Разумный подход Разумный подход Причем Как со стороны Органов власти К введению Каких-либо Ограничений Так и со стороны Граждан Давайте признаемся Что Граждане наши Тоже Не в полной мере Действуют В соответствии С теми Незначительными Ограничениями Которые там Были введены У нас в регионе Надо все таки Более ответственно К этому относиться Более ответственно К этому подходить Потому что Надо понимать Что здесь От действий каждого Зависит общая ситуация Надо штрафовать Или не надо Вот коротко спрошу За нарушение Ну я думаю Что штрафовать В значительных суммах Не надо С другой стороны Опять же Мы с вами понимаем Помните историю Как все Повсеместно Стали использовать Ремни безопасности Несколько лет назад Помните Ну я помню Автомобилисты Да потому что Штрафы пошли Половина ездила Без ремней Совершенно спокойно Не сомневаясь В том что Они им не нужны Как только штраф Стал не 100 рублей А 500 Все стали пристегиваться Такова Ментальность Людей Это не только Это не в России И не в Кирове Это по всему миру Так Это везде Такие истории И посмотрите Какие штрафы В Италии Испании Сотни евро Поэтому конечно Штраф является Наверное Уже какой-то Крайний Крайним способом Заставить людей Находиться дома В большей степени Здесь нужна Разъяснительная И объяснительная Работа Полторы минуты Остается у нас Еще одна тема Я вот Не могу мимо пройти Что называется Портал Ньюслер Накануне написала Что на место Вице-губернатора Андрея Плетко Рассматривается Новая кандидатура Это заместитель Председателя Общественной палаты Кировской области Роман Береснев Руководитель Федерации профсоюзов Я напомню Что Андрей Плетко Курировал работу В том числе С некоммерческими организациями Возможно с этим связано Вы что-то слышали про это? Ну я так же Как и вы читал Источник Так Романа Александровича Я знаю хорошо Мы с ним коллеги По общественной палате Мы давно знакомы И судя по тому Что написано В источнике Там написано О том Что он будет курировать Внутреннюю политику Я думаю Что и с этим направлением Он знаком достаточно хорошо То что это наш Там Вятский Кировский Там человек Который Знает нашу ситуацию Знает Регион И это хорошо И то что это Роман Александрович Которого я Достаточно хорошо знаю Мне кажется В общем Как бы Это Хороший Хороший выбор Хороший выбор Да Так подождите То есть официального подтверждения Пока нет? Ну я Руководствуюсь Ровно той же информацией Которой Вы руководствуете Понятно А в общественной палате Что-то слышали про это Или нет? Но все-таки Заместитель председателя Общественной палаты Переходит на другую Так сказать Работу Что когда Собственно говоря Вопрос Будет сформулирован Именно так Что он переходит Тогда Станет известно всем А пока нет Пока Мы все руководствуемся Публикацией В Ньюслире Андрей Юсенко В нашей студии Президент Вятской торгово-промышленной палаты Мы завершаем Особое мнение Спасибо большое Нашему гостю Увидимся И услышимся Со слушателями В особом мнении На следующей неделе Спасибо вам Что продолжаете работу И распространяете Полезную информацию До свидания Особое мнение На 101FM